МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В серьезный проект строительства незамерзающего порта в Индиге готовы вложиться крупные бизнесмены. Расскажем подробности. Золотое пюро 2018. Завтра в Наринмаре назовут имена лучших журналистов Ненинского округа. Кто претендует на победу? Об этом и не только. Смотрите в ближайшие 20 минут. Здравствуйте. Подводим итоги четверга. В студиях Итанзейский. Мы начинаем. Серьезное ДТП произошло на зимней автодороге рядом с Наульским месторождением, которая расположена на севере Ненинского округа. Столкнулись два большегруза. Один из водителей не справился с управлением, выехал на встречную полосу, но после совершил лобовое столкновение с грузовой машиной. В результате аварии пострадал виновник ДТП. И сам сын авиации был доставлен в Ненинскую окружную больницу. Врачи диагностировали у мужчины тяжелые травмы, в частности перелом костно-костей таза. Подребовалось срочное вмешательство медиков. В итоге операция длилась 4 часа. Она прошла успешно. Но позже водителя большегруза перевели в хирургическое отделение. Сейчас врачи оценивают состояние пострадавшего как тяжелое. В Ненинской окружной больнице заявили, мужчине, вероятнее всего, потребуется перевод на лечение в центральные специализированные базы. Движение по автозимнику Нарин-Марусинск сегодня приостановлено. Причина – плохая видимость на трассе. Как сообщили в централизованном стройзаказчике, движение закрыто с 8 часов утра в четверг. Это связано с плохими погодными условиями. Дорожная обстановка сложнена из-за метели. Видимость на трассе плохая. А при остановке движения по зимнику граждан оповещают информационное табло, расположенное на выезде из поселка Искателей. Решение о возобновлении движения будет приниматься, исходя из погодных условий и дорожной обстановки. Добавили в центр стройзаказчики. Безопасность на дорогах или сохранность собственного автомобиля. Польза и вред использования так называемых химреагентов. По мнению специалистов, это самый эффективный способ борьбы с колейностью на дорогах. В последнее время жалоб со стороны водителей по этому поводу достаточно. Кроме того, неровности зачастую становятся причиной аварии. Есть ли другие варианты решения проблемы, выяснял мой коллега Иван Кутенников. Один из самых проблемных участков окружной столицы – дорога в сторону аэропорта. Нареканий качества и уборки у местных водителей действительно хватает. Эта дорога федерального значения, за содержание которой отвечает компания «Карьер» из Республики Коми. Четырехкилометровый участок от улицы Первомайской до аэропорта находится на балансе Росавтодора. Федеральное казенное учреждение управдор Прикамья – заказчик объекта. В прошлом году они провели аукцион на пятилетнее содержание дороги. Выиграли его как раз компания «Карьер». Этот кусок дороги, он входил в большой лот по содержанию объектов дорожного хозяйства. Там, по-моему, порядка двухсот километров дороги на территорию Республики Коми. И четыре километра туда попали мы. Причем мы неоднократно поднимали вопрос, чтобы мы выходили одним лотом. Чтобы, во-первых, это могли быть наши учреждения, какие-то окружные, у которых здесь есть техника и прочее, прочее, прочее. Но им так проще. Им проще к своим двухсот километрам четыре приплюсовать, а как на самом деле подрядчик будет осуществлять их уборку, их уже не волнует. Комментарий от руководства компании по проблеме качества уборки дороги нам получить не удалось. В профильном департаменте пояснили. Все, что могут сделать специалисты, лишь звонить и писать заказчику с требованиями контроля за дорогой. Были обращения в прокуратуру, затем проверки и даже предписания. Обсуждалась и возможность передачи объектов в собственность округа. Но для этого сначала участок необходимо привести в нормативное состояние. Потому что если мы сейчас эту дорогу на себя примем в том сфере, который у нас сейчас есть, у нас возникнет сразу куча нюансов и моментов. То есть все те штрафные санкции, вся та ответственность за неправильные выезды, несоответствующие ограждения, неправильные остановочные пункты. То есть весь комплекс объектов дорожного хозяйства, который можно перечислить, связанный с этой дорогой, все лягут на наши плечи. У нас на это сейчас нет ни проекта и не заложены в бюджете деньги. В первую очередь автолюбители сейчас беспокоят так называемая колейность на дорогах. И не только на участке от Первомайской и до аэропорта. Специалисты говорят, едва ли не единственное решение проблемы – использование химических реагентов. Вот только водители в большинстве своем с этим категорически не согласны. Есть участок проблемный, ближе туда к садику. Ну, в принципе, я технику вечерами вижу, работают, но колея, конечно, присутствуют. Местами бывает. Один из способов, как говорят дорожники-специалисты, это посыпка химреагентами. А вы, как водитель, как химреагент? Категорически против. Почему? Ну, потому что это все-таки сказывается на салоне автомобиля, то есть на кузове, на резиновых каких-то моментах. То есть против? Есть вообще неприличная колея. Это где? Ну, как вот сказать вам. Вот в районе Сахалина, вот здесь вот, бывает, что, знаешь, вот подкидывают, скидывают, на мостах. А так-то в основном дорога такая. Вот здесь, в Фариверской, в сторону аэропорта? В сторону аэропорта, вот здесь вообще, вот, особенно вот этот вот участок, вот, от гаражей и сюда колейность очень опасна. Но соскребать снег до основания с помощью грейдеров тоже не выход. Должно быть использоваться некое средство, которое позволит этот снег, накатанный, да, уже, за что образуется колейность, да, позволит его разрыхлить. Это только реагенты. Мы это отчетливо понимаем, боремся сейчас с возможностью, так сказать, попытаться все-таки обойтись без них, но всегда возникает вопрос, а что мы оставим после себя. После себя мы тогда просто убьем весь асфальт. По словам Ивана Глазунова, использовать химреагент необходимо максимально осторожно и внимательно. В этом случае такого разрушающего эффекта для транспорта, обуви, да и в целом для экологии не будет. Правда, водители в случае, если в Наринмаре все же начнут применять противогололедные средства, видимо, вряд ли будут в восторге. Иван Кутенников, Игорь Тарасевич, телеканал «Север». Другим темам проект по развитию порта Индиго в Ненинском округе может быть представлен в течение ближайших двух месяцев. Об этом сообщил губернатор Ненинского округа. По словам Александра Цибульского, есть потенциальные инвесторы, готовые вложиться в проект. Это до пяти крупнейших бизнесменов, специализирующихся в логистике портовой деятельности и добыче полезных ископаемых. Напомню, строительство глубоводного незамерзающего порта Индиго в районе одноименного поселка может стать одним из приоритетных проектов в рамках формирования Ненинской опорной зоны. Предполагаемая пропускная способность порта, строительство которого планируется осуществить по принципу государственно-частного партнерства, может составить до 30 миллионов тонн. Предполагается, что в структуру порта войдут в частности нефтяные и угольные терминалы. Центр социального обслуживания попал под пристальное внимание депутатов окружного собрания. Сегодня парламентарии там провели выездное рабочее совещание. Участие в рабочей группе принял также заместитель губернатора Михаил Васильев. Подробности материал Ольги Русул. Ольга Рочева проходит курс в Центре социального обслуживания во второй раз. И во второй раз очень довольна всем, от отношения персонала до питания. Очень хороший, грамотный коллектив, доброжелательные, все процедуры, какие возможно, все тут есть и все там делают. Массаж отличный, питание, общение, самое главное, нас развлекает здесь. Каждый день сюда на процедуры и отдых приходит около 40 человек. Помимо медицинских и оздоровительных процедур, отдыхающие, так здесь называют пациентов, занимаются рукоделием, осваивают прикладное искусство, рисуют и даже шьют. Варвара Туршина начала курс оздоровления с 10 января. В перерывах между процедурами, чтобы скрасить ожидания, она под руководством социального работника занимается бессероплетением. Очень нравится, кто попадает сюда, всем нравится. Это первый раз. Конечно, спасибо. А с перифериев вообще очень хорошо, всем нравится. Просто тонус здесь. Ежегодно в комплексном центре социального обслуживания проходит оздоровление порядка 450 человек. Больше половины из них – дети. Комплексный центр социального обслуживания – это нечто среднее между реабилитационным центром и санаторием. До статуса последнего не хватает огражденной парковой территории, где бы могли прогуливаться и коротать досуг отдыхающие. Мы хотим, что помещение уже приспособлено более по доступной среде. У нас есть свои радости. То есть вот в этом году видели, да, по доступной среде у нас панду сделано очень хорошую в этом здании конкретно. Летом будут меняться вот эти вот перила на двухъярусные для детишек и для взрослых уже современные. И поэтому постоянно вот есть информационное табло. Уже виски по Брайлю видели, да, там, то есть можно прочитать будет. Вот идем вперед. Впрочем, это желание на перспективу среди насущных проблем, например, увеличение ставки терапевта. Пока специалист к пациентам центра приходит всего раз в неделю, а хотелось бы чаще. Сейчас, как я вижу непрофессиональным взглядом, учреждение работает как своего рода реабилитационный центр. В том числе работающий с людьми, принявшими инсульт, другие заболевания. То есть медицинская своего рода реабилитация. У меня была есть мысль о том, чтобы помочь им в этом направлении развиться. То есть это у них не проблема. У них просто работающие учреждения, которому можно помочь развиться в нечто более крупное и серьезное. И хоть здание не совсем соответствует требованиям, нет возможности установить лифт, но проблем с медицинским и специальным оснащением нет. Этим летом планируется установить новые перила. Те выявленные проблемы, которые мы сейчас увидели, мы в любом случае совместно с отраслевым департаментом обсудим мы с депутатами и возможно где-то не хватило бюджета, не добавили, где-то необходимо какие-то точечные вливания специалистов добавить. Это соответственно будет отработано и устранено. А так в принципе это очень серьезная организация, которая выполняет комплекс огромных услуг и пользуется очень высокой потребностью у населения. Специалисты центра, как говорится, держат руку на пульсе. Услуги учреждения развиваются в зависимости от востребованности. Например, открытый в конце прошлого года приют для лиц с алкогольным опьянением весьма популярен. Реабилитацию в нем с октября 2018 года прошли почти 50 человек. И только за январь 15. Все перспективные направления находят поддержку и отклик в профильном департаменте. Ольга Руслова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Завтра назовут имена лучших журналистов Нинецкого округа по итогам 2018 года. Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Золотое перо» пройдет в округе в восьмой раз. Она состоится во Дворце культуры Арктика. Свои работы на конкурс подал 21 представитель средств массовой информации региона. Номинантами конкурса стали сотрудники газет «Нарьяна Виндер» и «Заполярный Вестник Плюс», информагентства «Нава-24», телеканалов «Север» и «Россия-1» и «Рейнмар», а также журналов «Высокий возраст» и «Сава-Юн». Жюри выбрали лучших в профессии по семи номинациям. Оценивалась 41 работа. Самая популярная из семи номинаций в этом году – репортаж «Король журналистики». На нее поступило 8 заявок. Кроме репортажа также будет выбран лучший творческий проект, лучший очерк о ветеранах, лучшая операторская работа. Отдельные номинации предусмотрены для тем 2018 года. Это год волонтеров России и год оленеводства в Ниньском округе. Кроме того, в 2019 появилась специальная номинация на защите прав человека, утвержденная уполномоченным по правам человека в регионе. В поселке Искатели подвели итоги окружного конкурса выставки оригинальных поделок «Зимние фантазии», тематикой которого являлась новогодняя игрушка. Участие приняли жители из 16 населенных пунктов региона. Всего члены экспертной комиссии рассмотрели более 350 работ, представленных на конкурс в этом году. Тему продолжит Александр Литкова. Шишки, мишура, ветки, а также конфеты, макароны, тесто и чай в пакетиках. Все это и многое другое послужило материалом для новогодних поделок. Здесь и елочные игрушки, и просто поделки в виде символа наступившего года. Елочная игрушка Софьи Чупраковой в своей возрастной категории заняла первое место. Мне помогала мама. Мы делали ее из картона, бусин и ниток. Всего организатор конкурса выставки «Клуб со звездой поселка Искателей» определила пять возрастных категорий участников. Кроме того, жюри выявило победителей и в отдельной номинации – оригинальность. Жюри оценивало работы по следующим категориям. Они должны быть выполнены эстетично, качественно, соответствовать тематике, содержанию. Ну и, конечно же, должны быть выполнены прочно. Если это игрушка новогодняя, которая… Если это новогодняя игрушка для елочки, она должна иметь, конечно, крепление. Вязаные снежинки Ирины Ваучейской жюри единогласно признала самой необычной и оригинальной новогодней игрушкой, сделанной своими руками. Я участвую каждый год в конкурсах. Но это всегда бывает. С ребенком сначала участвовала. Сейчас ребенок вырос, решила поучаствовать сама. Идея пришла сразу. Решила вспомнить. Когда-то вязала, увлекалась вязанием. Увидела узор красивый и решила связать снежинку. Стоит отметить, что на суд жюри было направлено много работ, каждая из которых по-своему необычна. По мнению жюри, каждая работа – это маленький шедевр. Поэтому и выбирать победителей было нелегко. На конкурс-выставку представлено 355 работ из 16 населенных пунктов нашего округа. Было очень сложно выбирать, потому что все работы очень красивые, интересные. Все участники постарались, это видно. 18 января победители конкурса выставки «Зимняя фантазия» наградят дипломами. Остальные участники получат благодарственные письма. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Умники и умницы. Лига «Индиго» – вся российская интеллектуально-развлекательная игра. Становится все популярнее по всей стране. На Рейнмарне исключение. Соревнования проводятся уже больше года и набирают все большее количество участников. В этом зале ни одного свободного места. Здесь собрались люди из абсолютно разных сфер деятельности. Объединяет их одно азарт и активная жизненная позиция. Лиги «Индиго» в Наринмаре всего год, но желающих пораскинуть мозгами настолько много, что интеллектуальные застязания проводят в три дня. Игра включает в себя задания по типу брейринга. Своей игры стук одному крокодила Элиаса. Лига «Индиго» – соревнования для людей с активной жизненной позицией интеллектуалов и разносторонних личностей. Приходят люди, объединяются в команды, друзья, знакомые, коллеги. Объединяются в команды, отвечают на вопросы различные, аудио, видео, логика, эрудиция и тому подобное. И в итоге, по итогам пяти раундов, определяется победитель, который в итоге награждается по окончании игры. Игра состоит из шести раундов. Разминка, песни, общественное мнение, буквы, своя игра и творческий конкурс. На размышления и обсуждения в командах каждого вопроса игрокам дается одна минута, после чего переходят к следующему. По окончании каждого раунда бюллетени с ответами команд передают в счетные комиссии, которые и оглашают победители. Число игроков от встречи к встрече невероятно растет. Даже посреди рабочей недели провести время с пользой и размять мозги, игроки идут, не задумываясь. Ну, хочется победить когда-нибудь, однажды, наконец-то уже. Нам очень нравится, нам нравится, что это отдых после работы, хотя приходится много думать, совещаться, но это общение, прекрасный досуг, и мы реально здесь отдыхаем. Рано или поздно мы станем победителями. Они такие каверзные вопросы всегда готовят, и мы стараемся отвечать. Борьба за призовые места по-настоящему затягивает. Участники команд к битве умов готовятся задолго до встречи. Считают литературу, решают различные интеллектуальные задачи. Провести время с друзьями, коллегами, единомышленниками в неформальной обстановке и получить заряд бодрости и взрыв эмоций может каждый. Самое главное – иметь желание. Любовь Пермякова, Наталья Кислякова, Владислав Носкин, телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Спасибо, что были с нами. Далее традиционно прогноз погоды. До встречи в эфире и всего хорошего. Продолжение следует...